Храм Рождества Христова. Этот храм расположен в самом сердце города, у перекрестка улицы Кольцовской с улицей Свободы. Это место было выбрано не случайно. Когда-то в начале 20 века здесь был возведен один из самых величественных соборов Воронежской губернии – Владимирский собор. Владимирский собор – это православный храм в честь равноапостольного князя Владимира в Воронеже, существовавший с 1909 года по 1931 годы. Находился на окраине Новоконной площади, здесь велась торговля лошадьми. Выходя на улицу лесных дворов, ныне Кольцовская. Первое упоминание о церкви относится к 1888 году. Именно тогда было решено возвести его в честь 900-летия крещения Руси. По инициативе епископа Воронежского Вениамина 30 июня 1888 года городская дума приняла решение о строительстве храма. Архитектура собора – русско-византийский стиль, наиболее известным образчиком которого является храм Христа Спасителя. Собором храм был прозван не из-за своего значения, а скорее из-за монументальности. После окончания празднеств в честь крещения Руси епархия несколько охладела к строительству нового храма. И лишь с приходом в 1890 году нового епископа Воронежского Анастасия работа вновь закипела. Окончательное место для возведения храма было выбрано в 1894 году. В том же году создали комитет по возведению храма Святого Владимира, членами которого являлись городской голова Титов, купцы Клочков, Иншаков, городской архитектор Баранов. Архитектор Баранов родился в 1843 году, умер в 1911 году, занимался каждодневными делами стройки и являлся ответчиком за нее. Изначально строительство храма планировалось близ новоконной площади, но при рытье котлована было обнаружено два полуразрушенных колодца глубиной до 64 метров. Поэтому для безопасности стройку отодвинули к улице лесных дворов, заняв при этом ее тротуар. Также под строительство храма могли отдать земли, где сейчас располагаются Кольцовский сквер или Стадион Труд, прежнее название Синная площадь. Но выбор пал на улицу лесных дворов. Работы по возведению храма начались в 1896 году. 30 июля этого года епископ Анастасий провел богослужение и осветил место застройки. Епископ произнес следующие слова в тот день. «Мы являемся суда, чтобы произвести закладку храма в честь святого равноапостольного князя Владимира с пределами в память первоучителей славянских святого Мефодия и Кирилла и святого благоверного великого князя Александра Невского, чтобы таким образом не только увековечить память о чествовании важнейшего в истории России события 900-летия крещения русского народа, но и внушить каждому верующему, что это важнейшее событие обязано своим происхождением, доброму и завалению равноапостольного князя Владимира, что оно подготовлено проповедническими трудами святых братьев Мефодия и Кирилла». Архитектором здания являлся Александр Антонович Кьюи, ученик Тона. Размах строительства был колоссальным по тем временам, поэтому денежные средства изыскивались из разных источников. Пожертвования священников епархии, простых людей, отчисления Митрофановского монастыря, пожертвования состоятельных людей, купец Зубов отдал 20 тысяч рублей на строительство, за что его должны были похоронить у храма. В Воронежских губернских ведомостях выходил отчет о строительстве храма, а также публиковался список влиятельных лиц, пожертвовавших крупные суммы денег. Рядом со стройкой разместили временную деревянную часовню. В 1909 году строительство было окончено. Владимирский храм имел пять глав, великолепный лепной фасад, размер церкви 36 на 32 метра. После строительства велись отделочные работы в храме до 1918 года. В этом году в Лазареву субботу Владимирский собор был освящен архиепископом Тихоном. Стройка была завершена уже под надзором епархиального архитектора Ивана Николаевича Афанасьева, так как Кьюи умер в 1909 году, архитектор Баранов в 1911, а епископ Анастасий в 1913 году. В том же 1918 году едва только открылся Владимирский собор и были проведены первые богослужения, все имущество храма было описано и национализировано. В 1930 году действие собора было окончено и его использовали как зернохранилище. 10 мая 1931 года по решению исполкома Центрально-Черноземной области Владимирский храм подлежал сносу. Мотивацией такому решению послужило наличие трещин в здании и опасение его разрушения. Документально это не подтверждено. Летом в 1931 году с помощью динамита с первой попытки храм был взорван. В окрестных домах при этих взрывах вылетели оконные стекла. Воронежская газета «Коммуна» так прокомментировала решение городской власти об использовании пустыря на месте Владимирского собора. Сквер на месте собора – это хорошо. Решение треста зеленого строительства заложить обширный сквер на месте снесенной церкви князя Владимира встречено рабочими с большим удовлетворением. Этот парк под названием «Комсомольский» существует и сейчас. В 2009 году его полностью реконструировали. В настоящее время рядом с Комсомольским парком строится храм в честь Рождества Христова, как память об утраченном соборе. А новый Благовещенский собор по своей архитектуре очень сильно напоминает утерянный Владимирский храм. На месте Владимирского храма состоялась закладка первого камня нового храма в честь Рождества Христова. Рядом была построена часовня, в которой с апреля 2002 года совершались богослужения. А 22 сентября 2018 года митрополит Воронежский Ильискинский Сергий, глава Воронежской митрополии, совершил чин великого освящения Христо-Рождественского храма и возглавил служение Божественной Литургии. Этот храм является центральным храмом Христо-Рождественского церковного округа. При храме действует детская воскресная школа, в которой занятия для детей разделяются по двум группам – старшая и младшая. На сайте существует раздел «Воскресная школа». 18 ноября 2018 года на территории Христо-Рождественского храма был открыт памятник жертвам ДТП.